ребята всем привет мы сегодня идем корейский ресторан почему на в корейский у нас его впечатлена корейской культуры смотрю всякие корейские блоги иногда слушать корейскую музыку в общем она настояла на то что надо пойти на в корейский ресторан попробовать корейские вкусняшки я из корейских блюд знаю только рамен и кимчи пампушки еще а может и тут есть но в общем мы уже подходим ресторанчик хороший рейтинг у него неплохой сейчас пойдем вон он у нас ребята увлечены меню приметила что-нибудь себе на меню большое что будем сейчас изучать а пиво в общем как везде 500 тире 650 есть водка коньяк то есть можно прийти компании смело посидеть коктейли куча целая французские вины да какой себе его заказал я взял коробе из имеющегося так а детям наверное лимонад возьмем или компот и точно лимонад а что-то больше острое мясо будешь есть манж а что ты будешь есть я буду есть картошку фри еще так я буду заказывать вот такое чумулек не знаю как правильно это в общем жареная говядина со специями в чесношеном соусе вот так выглядит взгляд мужчины которые не знают что взять говядину или свинину сюда быстрее выбираешь но не понятно что сейчас заказываем и поймешь для тебя что важно курица говядина или свинина мясо мясо вот три вида мяса я смотрю дева ты чё выбрала я возьму себе бульгоги чуть такой тонко нарезанная говядина в целом соусе с овощами так а я возьму вот этот джи юбок им острое мясо жареное с овощами посмотрим это в разделе острые блюда посмотрим насколько она острая ребят я тут не понял мы сейчас заказали горячие вот эти все блюда и вроде как официант сказал что салаты прилагаются посмотрим так метро и я не уверен что они прилагаются но я его не понял честно говоря это я поняла что будет большое блюдо там все равно овощи мясо ну может не просто тебе тарелку жарить мясо мы перешли в кабинку вот такую смотрите как интересно там стулья они внутрь туда уходят стульчик отъезжает а такие они без ножек и туда хопа и пошли здесь за спиной перегородочка там кто-то я хотел быть японский ресторан а мы настоялись ела что хотим в корейский вот мы здесь я проигравший мы победишь но мы когда нибудь с вами обязательно пойдем в тот ресторан как я хотел и там будет классно поймали его на слове кстати кто умеет есть этими палочками напишите комментарии это ресторан роддем находится на жпк жилы об лайхана адресок в описании под видео оставим нам его посоветовали корейцы сказали здесь прекрасная кухня прекрасная кухня уютное место очень тихо как раз так ужина тихой семейной обстановке да тут в принципе чистенько и аккуратненько так что надеюсь даже вкусно будет сейчас принесут вас на это травма наверно я так хотел в тот ресторан на меня привели в этот ресторан но ничего ничего это знаете я как отговаривал нас что корейский ресторан нельзя ходить там же собаки это не гуманно хотя наверно уже никто не ест сейчас приходил официант принес лимонад вы не у вас просили так собачка есть и в общем он нам поведал такую вещь что собаку едят только в ресторанах северный а это южная южнокорейская да и тут такого нет только свинина и говядина мы заказывали чайник зеленого чая и вот обратите внимание чай корейский запах чаем пахнет но он кстати совсем смотри какой разделен светленький да ну поп поп так принесли нам салатики это все называется панчан значит это морская капуста это репа это кимчи как раз вот это к сожалению я не запомнил это тоже киркет вода чесночок да вот это вот с этой стороны острое с этой стороны не острая ну и соус соответственно это просто масло с перцем для чеснока ну и классический риз да такая штука идет по умолчанию нам всем принесли еду судя по лицу вы посмотрите уже счастливы довольны а то был злым таким что не туда пошли туда пошли потому что корейцы все-таки это много это сыпло это вкусно мне вот принесли это свинина чё-то там я попросил средней остроты очень вкусно так нашей дочери принесли его такую штуку уже половины нету это у нас как называется букву бульдог либо беремушка в общем это говядина с овощами жареная такая сковородочка чугунная так так а мне вроде бы кажется что скромно вылезут на самом деле нет и вот это есть называется чумулек едят и вот так значит сюда нужно без салата положить мясо потому что этот чеснок в соусе вот в этом завернуть вот так хорошо и употреблять так что это все моё да и вот чеснок вот с этими приправами ну я кстати попробовал прикольная штука а еще мне понравилось вот это вот это репа я раньше ее никогда не пробовал на вкус очень такое странное да похоже на картошку но по консистенции как не знаю как маринованный огурец что ли но и вот это вот тоже интересная вещь хотя смотрите какой она выглядит очень такое как будто это синтетическое но на самом деле натурально еще что я тут отдельно хочу сказать официанты все так аккуратненько учтиво делают ну а младший взял себе картофель фри хороший вот как то так это должно быть какой ты что ты туда кетчуп тоже мне вот это современная молодежь что попало делает а у нее тоже соус вот так у нее аутентичный специальный соус это не остро поесть всем приятного аппетита точнее нам приятного аппетита увидимся после того как все это сильно острое надо вот риск ряпать он крадет остроту и давай проверим демонту вот бери вот там который на дне на самом дне но когда вертельный номер так так сейчас как она врал рожа красную посмотрите как я вообще не взял нормально острый мне не берет мне ничего не берет короче острое я не знаю вот тоже острого вот маленький кусочек у нее что-то с рецепторами вот у нас младший вот это всего не ест а зря лопает он фредер на пару со старшой мы как тебе free чтобы ты здесь попробовал ждет он здесь есть тортики тирамисо что-то вылетел и вот такие вот пончики попозже детям закажет мне вот это блюдо понравилось оно в меру острая не такое как вот это кимчи потому что это на мой взгляд очень термоядерная какая-то штука здесь прям каждый листочек он очень сильно перченый что ли вот это надо с рисом лопать тогда еще более-менее вот это репа она вполне съедобная можно ее так есть без без закусона вот это кстати вот это тоже репа но она совсем не острая да такая сладковатая похоже на картошку на самом деле ну и корейская до морковка но она абсолютно не острая на там видно он пару перчинок может попадается но это баклажаны остаток вот это вот мне понравилась штука сам молодец вот ребенок уже пол сковороды скалала ну как острое острая ребят если у нас такой формат зайдет посещать какие-то такие заведению лопать вкусно потому что люди любят смотреть когда кто-то вкусно кушает не знаю кто-то может завидует вот дочь мы сами смотрим мы сами очень любим смотреть когда там например уличная еда и готовят или кто-то по ресторанам ходит и лопает еда это всегда интересно если это вам тоже интересно напишите в комментариях мы будем больше посещать таких заведений подобных делать такие меня обзорчики на еду на кухню до сюда на ресторанчике футбол то не про нас в общем пишите в комментариях покажи как ты ешь палочками ух ты просьбе корей и рис могу и рис можешь даже вот это а профессионал профессионал брюсли палочками рисинку ловил вот так подкидывал и умел ловить и я не брусли учись ну что эту при самбу покидаться и они посидели еще немного потом еще немного вот это называется тирамису среднего размера так афелька взял пончик ты в ложечку лучше ложечка ложечка пятерню всю и об себя молодец так дети и лопают но как я неделю уже не ем ничего сладкого только ограниченном количестве фруктов на меня психологическая такая ладно даю я тоже не ем сладкое она меня не дает и сладкое заставляет есть всякую дрянь я эксперимент насколько меня хватит я хочу конфеты она мне не дает очень получилось у нас 15 тысяч пятьсот тридцать два очень даже неплохо спасибо этому ресторану вот такую штуку принесли это какой-то корейский энергетик это подарок от заведения стеклянные бутылочки но такого я явно не видел я не знаю что там составе потому что все по-корейски но она холодная завтра узнать до для меня завтра надо будет внутри 350 миллиграмм чего-то там 75 чего-то 8 4 калория да и что-то вот такое в общем и наелись кто-то напился да но мы счастливы и довольны спасибо что посмотрели наше видео поставьте обязательно лайк подписывайтесь делайте репост и смотрите мои ролики лайк и ставьте лайк кто куда все всем спасибо всем пока пока не гадит на всех заведениях проверяйте чеки действенный совет пока спасибо до свидания